Придите им за продавцы. Девчину незаконно выдали с выборчей лицей. Тебе бороться на справедливость. Что ты ревешь, как бык на поиг? Ну что ты кричишь? Что ты решь? Прошу пана, там фальсификация, там непорядок, прошу пана. Какая фальсификация? Ну какая фальсификация? Там идет нормальный процесс голосования. Какой нормальный, прошу пана, это криминал. Я вот на такие речи в Европе давно бы. Давно бы. Какая Европа? Мы уже от этой Европы давно в жопе. Вот такой жопе. Жопей не бывает, понял? Только они там делают это все с умным видом. А мы легко, непринужденно, свободно, не стесняясь. Потому что мы правы. А вот это вы все-таки загинаете, прошу пана. Я все-таки там был и дещо бачил. Что ты бачил? Что ты там бачил? В Европе на нас, по большому счету, наплевать. И наплевать на все наши проблемы. И самое главное, чтобы у нас тут сюрприз какой-нибудь не бахнул. Вроде Чернобыля. А вот этого они боятся. Как вы можете? Как и вы правы? Мои это так говорите. Мы же все-таки люди. Люди? Люди? Где они? Люди? Покажи мне этих людей. Где они, люди? Вот это вот люди? Или вот? Вот это вот люди? Люди это быдло. И в Европе народ тоже быдло. И во всем мире народ быдло. Только там быдло нетерпеливое. Его развлекают. Выстраивают ему разные программы, типа борьбы за демократию. Путем свободного волеизъявления. Вот, блин, слова-то какие придумали, а? А нам, дружочек мой, очень повезло. Наше быдло, оно терпеливое. А я прошу, пана, з вами категорично не згоден. От мы зараз вийдемо до громади. И хай каждый из нас скажет свою правду. Туди и побачиму, кто быдло, а кто люди. Какая же ты сволочь. Ты чего? А потому что ты брехло и обманщик. Ты негодяй. Ты обманываешь народ. А перемены, на которые ты этот народ толкаешь, это зло. Большое зло. Человечество, человечество так устроено, что люди постоянно ищут покоя. А что самое сложное в жизни? Что самое сложное? Это принятие решений и ответственность. А ты, почему ты считаешь, что решения, которые принял ты, они верны? Кто будет нести ответственность? Кто будет отвечать? А? Не нужно никаких решений. Решения это перемены. А перемены это потеря покоя. Утрата покоя, это утрата стабильности. Ты понимаешь, в чем я говорю? Понимаешь? А народу очень больно расставаться со стабильными существами. Поэтому не нужно ничего менять. Не нужно никаких решений. О! А теперь иди! Делай свое грязное дело!